Всем привет! Бегаю с палочками по лесу, сделала остановочку и решила записать видео. Решила потому, что вдруг вспомнила, что когда-то давно на моем канале, еще в начале его, было сделано видео о немецкой бане. Какое на меня произвело это шок и в принципе было неплохое видео в юмористической форме, оно у меня было сделано. В результате его забанил ютуб несколько лет назад из-за того, что там были вставлены картинки из сауны. Не из моей, а из интернета, но это нельзя, потому что там раздетые были. И я решила, чтобы это не пропадало, так как я удалила это видео, то я решила записать заново. Тем более, что у меня много новых подписчиков, которые явно то видео не видели и не слышали. Но мало ли кому-то будет интересно. Я хочу рассказать, что такое немецкая сауна. Для тех, кто не знает. Итак, начну сначала. И постараюсь по-быстрому, потому что длинный рассказ будет. Но я постараюсь побыстрее. У меня тут ездят велосипедисты, но я не буду на них обращать внимания. Но если поезд пройдет, то я обязательно остановлю, чтобы не заглушала. И дальше продолжим. Потому что здесь еще и проходит железная дорога, и иногда проезжают поезда. Так вот, приехав сюда, в Германию, я... Нет, начну не с того. Начну с того, что я очень люблю русскую парилку. С венечком попариться как следует. С дубовым или с березом. Всю жизнь любила, всю жизнь посещала. И мне этого очень не хватало. И вот, приехав в Германию, мне сказали, что здесь тоже есть интересные очень сауны. Не хочу ли я сходить? Я, конечно же, сказала да. А мне говорят, да, но там гемиш. Что такое гемиш? Я не знаю немецкого языка. На тот момент я вообще понятия не имела. Гемиш вообще, я вам говорю, совместное. Но я же не понимала этого. Ну, гемиш-то гемиш. Что это такое? Я пропустила мимо ушей, сказала, конечно, я пойду. Там такие интересные эти самые парилки. И я согласилась и побежала. В результате, придя, купив билет, пройдя через те турникеты, там было две раздевалки. Я прошла туда, где женская раздевалка, и стала раздеваться. И вот, когда я уже одела на себя купальник, а сверху я надела халат банный, то, повернувшись вот так боком, я вдруг вижу около себя голову мужика. Это был первый шок. Для меня... Сейчас подождем, проедет поезд. Проскочил. Я даже не стала останавливаться очень быстро. Потому что я не ожидала рядом с собой видеть голову мужика. Я подумала, что я, наверное, попала в мужскую раздевалку. Я стала смотреть по обуви, которая там стояла, а там стояла женская обувь. А я хочу сказать, что это одно помещение, и там как в детском саду были такие шкафчики, куда ты раздеваешься, закрываешь карточкой и проходишь. Вернее, карточку берешь оттуда и себе, и дальше идешь париться. В результате, как потом выяснилось, я попала в свою раздевалку. Ну, просто пришло в это время много очень мужчин, там не было места, и для них вообще запросто прийти в женскую раздевалку, там, где раздеваются женщины, встать рядом и раздеваться. Вот это для меня был первый шок. Но так как я, знаете, еще много недопоняла, я пошла туда, где все парятся. Парилок много, это комплекс. И парилок, и так же вот сейчас женщина встала, и будет около меня стоять. Блин, вот какая ни пруха, ни везуха. Ну, неужели вот где-то в другом месте не поставить? Продолжаю. Парилок было много, и много всевозможных там джакузи, где, опять-таки, женщины с мужчинами все голые абсолютно вместе. Это было шоком. Когда я попыталась зайти, там, август так называемый, это время, каждый час там проходит, парят, приходит парильщик и парит всех сидящих там в парилке. Так вот, когда я пришла в парилку, меня он выгнал, потому что я заявилась туда в купальник. Ни одного человека в купальнике там не было, там были все голые. Туда, оказывается, запрещено в купальниках ходить и быть. И выгнал первый раз. Я пошла, уже сняв купальник, увидела, что там есть такая парилка, как затемненная. Я пошла туда, там лежала одна женщина. Я разделась, думаю, ну ладно, при женщине-то можно. Но через там минуту пришли туда мужчины. И что было для меня вторым шоком, вы не представляете, это то, что женщина, которая там лежала, взрослая женщина, вдруг начала там при этих мужчинах и при мне делать, заниматься каким-то фитнесом. То есть какие-то упражнения делать. Она ноги расставляла вверх, то есть вот лежа на этом полке, она там себе делала какие-то этими ножницами, там махала, охала при этом, какие-то упражнения делала. Это был шок номер два, знаете, так я, честно говоря, не ожидала, так это слышать. Тут же мужики, тут же я. В общем, кошмар какой-то. Следующее, но дальше было еще интереснее. После парилки там можно отдохнуть, лежа на так называемом не топчан, а там раскладное как бы кресло такое, да, кресло-кровать. Они такие, ну, как когда ты загораешь, вот типа такого, типа шезлонгов таких. Вот. И я туда легла, а там расстояние между этими шезлонгами очень маленькое. Это только вот человеку пройти и лечь. Следующий рядом с тобой, со всех сторон у тебя шезлонги. И ты лежишь. Я после парилки легла, закрыла глаза, попыталась отключиться и отдохнуть от всего. Вдруг. Я, когда решила посмотреть, сколько времени, может быть, я на следующий август все-таки решусь и пойду раздетая, ну, надо же, раз я пришла испытать все до конца. Я открываю глаза, и вдруг я вижу перед собой чье-то счастье в виде попы. Как говорится, прямо на уровне моего лица находилось это счастье. Каких размеров было счастье, вы не представляете. Я сразу вспомнила, в 90-х годах была реклама такая, ну, вот вы и в хапре, вот оно счастье. И я вот и подумала, вот я и в хапре, ребята. Оказывается, женщина, которая там решила лечь рядом со мной на этот топчан, она, значит, что-то уронила и решила поднять. Ничего у меня не придумала, она повернулась ко мне своим красивым большим задом и наклонилась, поднимая. Поэтому так получилось, когда я открыла глаза, вот так вот у меня на боку была моя голова, я открываю глаза и в результате вижу вот это счастье. Вот. Это был еще, еще один такой небольшой шок. Я сразу отдыхать расхотелось. Я сразу побежала, значит, посмотрев на часы, побежала в следующую парилку. Когда я пришла в парилку, приходят все заранее, потому что парилка это место, куда собираются все раз в час. и там, естественно, места все занимаются раньше, потому что все будет занято. Если ты придешь даже в срок, и уже мест не будет, ты уже не попадаешь. Я пришла. В парилке места сделаны такие буквы Г с одной и с другой стороны, построенные такие лесенкой, вот эти вот сидения, лесенкой. Каждый садится туда, куда ему хочется. Кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то на самый низ. Так вот, я хочу сказать, пока все сидели ждали того, кто будет парить, придет, а мужчина или женщина это может быть все равно. Сидели люди, естественно, все голые, но ты обязан сидеть обязательно на своем полотенце, потому что, когда ты потеешь, то твой пот должен только на полотенце. Без полотенца тебя тоже туда не пустят, ты должен постелить такое большое полотенце, куда бы и ноги твои вмещались, и ты сам. В общем, такое длинное полотенце, банное. Вот. И так сидели. Но пару человек я увидела в позе лотоса. Вот вы представляете, ребята, совершенно гулая там женщина, да, сидит в позе лотоса. Смотри, смотри, душа моя открыта, тебе открыта одному. Это шок был. Это просто кошмарно. А всем, как они говорят, и Галь, все равно. Вот. Пришел парильщик, молодой человек, он, как правило, одет, там бывают и девушки, но в данном случае был молодой человек, который был одет в банные такие шорты. Их он приходит, приносит такую бадью с водой, он обязательно туда капает какой-то дуфт, то есть вкусный какой-то аромат, это может быть цитрон, следующий час будет что-то там другое, ежевика или еще что-то, мята там, что угодно, какие угодно, могут быть смеси. И он это наливает, вот этот аромат, вот в эту бадью и потом поливает ими раскаленные камни. Он все, в принципе, как и везде, и паром потом, дальше он каждого человека сидящего обдает полотенцем, вот этим горячим воздухом, он всех обмахивает. И люди сидят и балдеют, и потеют, и получают удовольствие от этих ароматов. В принципе, это очень мне понравилось, но, что хочу сказать, это несравнимо, конечно, с нашими веничками русскими, ни с дубовыми, ни с березовыми, в общем, короче, не сравнить. То есть, ну, хотя, хотя есть, конечно, какие-то, какие-то удовольствия. После парилочки я решила пойти под душ помыться. Мне сказали, я спросила заранее, мне сказали, что, а уж душевые точно, там, раздельные, ты не переживай, мойся как хочешь, потому что и женская отдельная, мужская отдельная. Ну, я, значит, спросила, где находится женская, и смело пошла туда. И вот я уже практически намыленная стою, мою свое удовольствие. Вдруг туда приходит мужик, и я уже, у меня уже, представляете, вот мое ощущение, я уже не выдерживаю, и набросилась на него. Я говорю, это женская раздевалка. Уже так вот возмущенно ему говорю, так что, ну, что это такое, даже помыться не могу без мужиков. На что он, видно, я там очень сильно на него гаркнула, он прямо аж там, ничего, ничего, затрясся весь, ничего, не переживайте, и уходит. Через полминуты он возвращается и встает дальше мыться. Я опять возмущенная, говорю, да что же это такое, это помыться не дадут. Я, знаете, вот чуть-чуть по-немецки, а в основном по-русски, там, по-всякому. Он, конечно, еще больше затрясся, испугался весь. Вот так вот говорит, и Галь, и Галь. Я говорю, что значит и Галь? все равно, муйтесь, типа, все равно, все равно, мне, все равно. Я говорю, мне не все равно, мне не Галь, что рядом тут со мной мужик будет мыться. В общем, короче говоря, налетела на него. Он вообще еще больше испугался. Я в гневе хватаю, что у меня там было полотенце, там, халаты и все прочие причиндалы, выскакиваю оттуда, вся вот так вот, думаю, да что же это такое-то, и смотрю, а это действительно мужская была эта душевая. В общем, я не туда вошла, еще и мужика в результате полностью заставила трястить. Вот. но это, ребят, не все. Я туда после вот этих вот, конечно, после первого своего впечатления о сауне немецкой какое-то время вообще не ходила. Ну, мне как-то было себя не пересилить. родившаяся в Советском Союзе, где секса не было вообще напрочь, не знаю, как я там появилась, наверное, от Девы Марии, но мы воспитаны были совершенно по-другому. И вдруг, вот так вот, в таком почтенном возрасте приехав в Германию, вдруг взять себя, переломать, и идти там вместе с тетками, с мужиками, с гулами полностью, а никуда не денешься, потому что всего один раз в неделю, во вторник, по вторникам женский день. И если ты не можешь в этот день по работе или по каким-то другим причинам, там, болел или что-то, тебе, опять-таки, следующего вторника только ждать, других вариантов нет. Вот. И, но один раз я не смогла пропустить такую сауну. Было объявлено, что будет тематическая сауна. Здесь периодически бывают, и могут быть какие-нибудь африканские сауны, еще какие-то там тематические, с песнями, с какими-нибудь еще с чем-нибудь. Так вот, была объявлена русская баня, русская сауна или баня, даже сейчас я не вспомню. В результате, я, конечно, не могла пропустить такое мероприятие. Думаю, ну, это уже будет с вениками, все, я пойду обязательно. Я пошла, несмотря на то, что это, опять-таки, был гемиш. Но я уже второй раз уже так вот с закрытыми глазами ходила, никого, ничего не видела, и наплевать. А, еще я просто взяла такую, сделала из простыни себе обмоталочку, и в ней я находилась в сауне. То есть, сидела на полотенце, а была в простыне, в тоненькой, в тоненькой такой простыне, обмотанной, поэтому своего комиссарского тела я никому не показывала. И, короче говоря, я пошла в эту русскую парилку. И что это было? Это, это, это был еще один шок, ребята. Это было зимой дело. Уже в результате, значит, точно так же приходит парильщик, все собрались в сауне, точно так же пришел парильщик, точно так же он стал обдавать камни. Ну, думаю, ну, а дальше-то где вообще какие-то веники, где баня по-русски? Он точно так же стал махать. Сейчас проедет, дальше продолжим. Очередный путь. Он точно так же стал махать полотенцем, обмахивая всех, и в результате никакой, никакой разницы не было вообще между немецкой сауной и русской баней. Потом был перерывчик. Два раза он вот так вот прошелся по кругу, всех обдал горячим воздухом, потом выгнал всех на мороз на улицу и раздал сухие веники. Ребята, представляете, это шок такой. Ну, там много было русских, потому что на такой, ну, много было очень немцев. Немцы, которые увидели эти сухие веники, они вообще не знали, что с ними делать на улице на морозе зимой. А наши-то вообще с сухими вениками точно так же ничего не могли сделать, поэтому что вообще дальше делать с этими вениками, никто не знал, они так и остались с сухими. А почему они так сделали, чтобы им не убирать вот эту парилку, наверное, с этой точки зрения, то есть в целях чистоты. В результате все, значит, задубели там на этом морозе и вернулись обратно в эту парилку, опять-таки, согреться. Потом, после того, как еще раз, он пару раз всех своим полотенцем горячим воздухом обдал, мы опять вышли и налили там всем по, ну, я не знаю, сколько там уж, 10 грамм было водки, маленькие-маленькие рюмочки, там по пол рюмочки было налито водки, ну, 37 градусов, здесь 40 градусную водку никто никому наливать не будет, вот, для того, чтобы хотя бы, наверное, не заболеть, потому что, потому что такая парилка крутая была, что можно было заболеть. Вот это была у них баня по-русски, представляете, вот в их понятии, понимании, не знаю как. Ребят, проживающие в Германии, хочу вам сразу сказать, это лично мое мнение о бане немецкой, поэтому не пишите мне там в общем свои сразу же, не налетайте на меня, если вы будете с моим мнением не согласны. Во-первых, в каждой местности и в каждом городе своя баня, свои какие-то там нюансы, я рассказала то, что было у меня и со мной, поэтому не надо на меня нападать, я к бане отношусь и к немецкой тоже неплохо, поэтому все, что я здесь рассказываю, это не значит, что я кого-то осуждаю в чем-то, просто я рассказываю так, как есть, а вы уже будете делать сами выводы. Ребята, я вам тут уже наболтала много, все, я побежала дальше с палками, спасибо большое за внимание, спасибо, что послушали, пишите, пожалуйста, свои мнения по этому поводу, что там у вас с банями, какие они у вас, бани, вот, и, ну вот у меня такое впечатление, поэтому приезжаю в Питер, отвожу душу, иду куда-нибудь там в русскую парилку, кому-нибудь на дачу, и там уже парюсь по полной программке. Все, пока-пока. Я потихонь-потихонечку положу себя на полочку и помалу-помаленечку А в плечу дубовый Ленечка Субтитры сделал DimaTorzok